Да, диоды есть. Я вообще покупал это в Тернополе. Там есть Анатолий, паренек, и это все делая красиво. Вот видишь все отверстия, если их видно на видео. Все отверстия с резьбой, резьба нарезана, все четко, все красиво, все по меткам, все под диоды. Да, это синий, кстати. Видишь, он другой совершенно, и глаза так. А вот уже то, то я делал сам. По принципу том же. Тут уже трохи другая история. Ну, пан спешит, как обычно. И там уже просто насвернуло под шурок. А это реле температуры, получается. Радиатору и светодиоду надо 60 градусов. Рабочая температура, максимальная рабочая температура. Оптимальная вообще там 50, а рабочая 60. И это реле нормально замкнутое, называется реле температура. Воно выключается при 65 градусах. Вот у нас, например, сейчас я могу показать, ну да, синий не жалко. Вот сейчас выключил и все, немало охлаждения. Да. Все, хулер остановился, радиатор, ну, он работает, светодиод работает. Сейчас он нагревается, он нагревается довольно быстро, сейчас нагреет, диод нагреет этот радиатор. А радиатор сам по себе не может так быстро убрать. Ну, сейчас побачить, что буду делать. Реле. Ну, сейчас просто разомкнет и потухнет. Ага, если будет перегрева, оно в топе. Да, это защита, это защита диода. Но его не оспортится. Не, не, оно просто сейчас выключу, потому что вы нагрелись. То есть, когда достигнет 60 до 65, оно выключается? Реле температуры. Тебло уже? Ну, не пока. Можно нажать на паузу. Этим занимается Джек Мак, самый главный человек в Китае и мира. А видел, видел прикол, короче, что-то было, Джек Мак был когда в Киеве, подвигает к нему чувак с айфоном 11 Pro, короче, говорит, можно сделать серфик такой сделок. Кто-то включает камеру, она что, зависает? Он выключает, включает еще раз, зависает. Он опять выключает, включает еще раз, а она что, не срабатывает. Он такой, по-прочему, такой хлопает. Используй Huawei. Сел в машину и уехал, так вот не сфоткался. Уже вот-вот мы подходим. Не, ну, Олег спросит, для фермеров, для тепличников куча всего можно найти, просто куча. Ну, я так скажу, зачастую, вот я, например, у меня история есть вот с этими градусниками. Я заказал 50 градусник. Ну, видишь? Все, подух, отлично, я снял. Винс сработал, да. Это, значит, температура 65 уже он увидел. Да, вон, вон, защита этого пошла. Ну и включаем. Блин. Тут 12 вольт, но... Смыкаем. Да, сейчас... Заработал вентилятор, как опустится 65 и ниже, включается. Охлаждает, вот, теплый воздух такой отсюда и выходит. Радиатор работает. Верно. Так, короче, вот эта вот история с этими градусниками. Ну, надо электронные градусники. Удобно все, нашел однодумцы. Ну, пацаны, там, пацаны, надо... Смотрите, вот как это хорошо, как это удобно, температура, электроника, влажность. Дры, там, удельник, там, минимальное, максимальное значение, оно в нем есть, кстати. Угу. Все четко, все красиво. Хорошо. Ищу в Дель-Экспрессии. Нахожу, ну, минимальный, стоит 50 штук. Если там 20, то 115. Все. Реле сработало. Температура опустилась ниже, чем 65 градусов. Да. Сработало реле, вот оно стоит. И таким образом сохраняем работоспособность светодиода. У нас стеклишко убывает, потому что в каменке... В Санкт-Петербурге я первый раз вижу такую систему. Ну...